Друзья, все мы знаем, что сегодня святой день. Нам, конечно, не нужно ставить, как сказать, время, чтобы идти в Храм Божий. И мы знаем, что в 121-м сфалме Давид воскликнул. Возрадовался сердце мое, когда мне сказали, пойдем в Дом Господень. Я сегодня Марине сказал, Марина, пойдем в Дом Господень. И радость ее наполнила. Я сразу возрадовалась. Дотанцевала, как Давид, и думаю, вот это счастье. Конечно, мы знаем, друзья, что Давид был по сердцу Бога. Нравился Давид. Нравился Давид Богу. И, конечно, Давид знал, и было желание Бога, чтобы Дом Господень был, конечно, и нашим домом. Вы знаете, у нас есть две темы, или два Божьих проекта, о которых мы готовы говорить всегда. Это то, что восхищает наши сердца. Это то, что нам дает уверенность и стабильность. Это два Божьих проекта. Супружество и Церковь. Сегодня, конечно, речь пойдет о Церкви. Но мы сразу говорим, что, возможно, мы будем перетекать от одного к другому. Потому что друг без друга очень трудно существовать. И хотим сразу сказать, если кто-то есть, кто еще до сих пор тешит себя иллюзией, что брак можно сохранить за пределами Церкви, мы хотим сказать, что это неправда. Церковь создана Богом для того, чтобы хранить семьи. Поэтому это самое лучшее место, где можно жить в восхищении, восторгаясь тем, все, что сделал Господь. И создавая свою Церковь, Бог обратился к апостолу Петру и сказал, «И на сем камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это мы читаем с вами в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 18 стихе. Конечно, друзья, все мы хорошо знаем, что Церковь – это экклесия. Конечно, это не о здании, это о людях. Писание нам об этом говорит, 1 Петра 2, 5. «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священца святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Я представляю, как Господь, созидая Церковь, планируя ее, проектируя, Он думал, из чего же ее построить. И Он взял, казалось бы, самый ненадежный инструмент, самый нестабильный – нас с вами. Он взял меня, Он взял Сергея, Он взял Алексея, поставил рядом и сказал, «Вы, Церковь, на камне сьем я создам Церковь, и врата ада не одолеют ее». Это великая честь для нас называться Церковью Божьей. Конечно, друзья, если мы говорим о камнях, то в те времена храмы возводились именно из обтесанных камней. То есть, из детства он не должен был прикасаться и обтесывать эти камни, делать, знаете, такую гладкую поверхность. А нужно было сохранить ту горбатую, как бы сказать, природу, то, что создал Господь. И, конечно, Бог не хотел, чтобы человеческая рука наносила какой-то лоск. И, конечно, со временем мы, как камни, притираемся друг от друга. Я очень благодарна вот за этот слайд тем, кто это создал, медийщикам нашим. Когда я увидела, я думаю, это как раз то, о чем мы хотим сказать. Обратите внимание, вот здесь как раз те камни, это мы с вами, да? Природная горбатость – это вот то, что вы видите, неровную поверхность. Это наши дары и таланты, которые щедро одарил нас Господь. И Он не хочет, чтобы мы теряли эти дары и таланты, потому что именно этим мы с вами созидаем Церковь. Но еще обратите внимание, какие ровные швы между камнями. И это тоже мы с вами. И вот здесь-то как раз нам и придется потереться. Вот здесь-то как раз уже то, что изменяется в наших отношениях. А это наши характеры, а это наши привычки, это наши твердыни и убеждения. И чем ближе, чем плотнее мы становимся друг к другу, тем больше проявляется этих моментов. И мы понимаем, от чего нам нужно избавляться. Для того, чтобы вот эта стена, она действительно была настолько серьезной, настолько важной. Да, конечно, друзья. Знаете, есть такой синдром наждачной бумаги, да? Это не патология, да? Это те отношения, да, которые мы строим и в церкви строим между братьями и сестрами, конечно, и строим в наших отношениях в браке. Да, когда эта терка, да, когда больно с двух сторон, да, тебе больно, потому что тебя труд, а здесь больно, потому что ворс заканчивается когда-то. Естественно, в процессе мы все-таки двигаемся, да, потому что Бог направляет нас. Но у нас есть желание все оставить, но это уже наш выбор. Конечно, это похоже на то, что он строится в отношении в браке, да. Ведь мы все, мы знаем, что невозможно в одиночку. Мы не можем как бы в одиночку с собой вступить в брак, да, потому что Бог сказал, сказал, двое одной плоти. И также мы не можем в одиночестве быть христианинами, да. Мы знаем, что Иисус сказал, где двое трое собирает свое мое, там буду я. Да, христианство – это не отдельный забег и не соло. Это командная работа, это отношения между людьми. Вы знаете, мы, конечно, разный материал. Когда мы с вами обращаемся к Богу, мы так искренне говорим, Господь, я глина, ты горшечник, я послушна тебе, лепи из меня, что хочешь. Но он тебя слепил, поставил рядом с братом, с одной стороны, с другой. И ты уже не глина, ты уже твердый камень. Ты уже глыба такая, которую просто невозможно протереть, которую просто невозможно стоять рядом. Никакого пластилина как не бывало. Но вот здесь-то как раз и проявляется то, что от нас хочет Господь. Чтобы мы действительно строили отношения между друг другом. И, конечно же, такое плотное соединение, оно невозможно без конфликтных ситуаций. Когда мы произносим слово «конфликт», у всех разные ассоциации этим словом. Кто-то, у кого-то сразу возникают ссоры, споры, оскорбления. На самом деле конфликт – это не так страшно. Конфликт – это столкновение двух правых людей. Я считаю абсолютно права. Он считает, что он абсолютно прав. Но если не будет конфликта, поверьте, мы так и не узнаем друг друга. Мы не узнаем ни мнения, мы не узнаем наши интересы. Мы никогда не узнаем, кто о чем думает, если наше мнение расходится с другим. И мы иногда говорим, есть такая очень хорошая формула – знакомство, конфликт, единство. И вы никогда не перепрыгнете из знакомства в стадию единства. Вам обязательно нужно будет пройти какие-то конфликтные ситуации. Серьезные или несерьезные, в зависимости от вас. И очень часто нам говорят, ну вы знаете, а вот у нас в домашней группе конфликтов нет. У нас всегда все очень хорошо и мило. Мы говорим, поздравляем, вы находитесь на стадии знакомства. Потому что только малознакомые люди, они боятся свое мнение высказать, потому что оно расходится. Поэтому конфликтные ситуации нам все-таки придется пройти между друг другом для того, чтобы наше соединение было как можно плотнее. Да, конечно, мы много молимся о единстве. Да, единство – это такой монолит, да, как бы в церкви монолит. Но мы знаем, что Писание говорит, это живые камни. В этом единстве есть жизненный процесс. И мы читаем об этом в Деяниях 2.42-4.7. И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели всеобщее. И продавали имение и всякую собственность. И разделяли всем, смотря по нужде каждого. Преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье, посоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И в этих стихах мы видим с вами установленный порядок, организацию церкви. Мы видим силу и влияние той церкви, которую задумал Господь. Вы знаете, вот все, что проектирует Господь, оно проектируется подетально. И очень глубокая мысль в каждом шаге. Вот мы всегда говорим, знаете, сколько бы ни появилось книг о браке, иногда достаточно, не иногда, а всегда достаточно только писания. Если мы с вами будем строить свои отношения внутри наших отношений между мужем и женой, только руководствуясь писанием, но четко исполняя все, что Господь повелел для брака, наши браки будут счастливыми. И не нужно будет тысячи книг, семь шагов к счастливому браку, двенадцать правил, чтобы стать успешной женой, как стать замечательным мужем. Все в писании сказано, то же самое касается церкви. Он настолько все пошагово и подетально продумал. И если мы с вами будем строить нашу церковь, руководствуясь писанием, и глядя даже на этот отрывок, мы увидим влияние церкви на этот мир, мы увидим силу церкви, и мы увидим, как Господь, Он действительно расширяет царство Божие за счет того, что Он созидает церковь и нас с вами. Да, это касается и отношений в церкви, и отношений в браке. Конечно, нам трудно переставить сильную церковь, собирающую только по выходным. Конечно, мы должны выделять время и для домашних групп, и выделять время друг для друга. Это правильно, потому что нас еще больше соединяет и объединяет. Мы переходим как раз к домашним собраниям, потому что мы не мыслим церковь без домашних собраний. Действительно, если мы будем с вами встречаться только в субботу и воскресенье, то откуда бы я узнала, что вот эту сестру замечательно зовут Ирина? Откуда бы я узнала Надежду? Мы бы встречались, мы, может быть, даже не пересекались в трех собраниях. Мы бы не знали друг друга. Но есть еще домашние собрания. То место, где мы с вами собираемся для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы поделиться друг с другом. Вот. И чтобы вы понимали, что домашние собрания или домашние группы, как мы их называем, это не современный тренд. Это не веяние нового времени. И это не то, что сейчас нужно, как хороший маркетинг, насадить в нашей церкви или в другой церкви. Это действительно наше прочтение Слова Божьего. Потому что все, что мы с вами прочитали, это в Слове Божьем сказано. О том, что они собирались в храме и по домам. Давайте мы еще немного почитаем. Вот вернемся опять же к деяниям. Пятая глава, 42 стих. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. 1 Коринфянам 16, 19. Приветствует вас церкви осийские. Приветствует вас усердно в Господе Акила и Пескила с домашнюю их церковью. Каласия нам 4, 15. Приветствуйте братьев Владакии и Нимфона и домашнюю церковь его. Конечно, практика собираться в храме, это была такая стратегическая цель. Можно сказать, Духа Святого. И мы увидим сейчас прекрасно, что это было 2000 лет назад. И это есть сейчас. Конечно, мы знаем, что проповедь, пастор готовится, слово проповедуется для каждого члена церкви. И, конечно, созидает и саму церковь. Но вы знаете, как бы ни старался проповедник, сколько бы времени он не уделял подготовке проповеди, как бы он здесь сильно не сотрясал небеса, все равно есть такой момент. Вот я говорю, а у кого-то в этот момент вспомнилось о чем-то и мысль улетела. Кого-то вдруг по плечу рядом сидящий сосед постучал, что-то спросил, и ты отвлекся. Знаете, это очень похоже. Вот если мы возьмем с вами ухаживание за дачным участком, я в этом не сильна, но теоретически я знаю, как это делается, то это примерно так. Берется шланг, из шланга поливаются растения. Вот я поливаю сейчас растения. На самом деле это очень полезно. Это неправильная работа. В это время его листики, они наполняются влагой, и растение питается за счет этого. Вот это примерно как проповедь. Она же действительно очень важна. И вот сейчас то, что мы делаем, мы говорим слово Божье в зал, и действительно до кого-то оно доходит, оно растворяется внизу. Но что такое пастырская забота по четвергам? Что такое работа пастора домашней группы? Та же вода, тот же цветок, только полив идет лично. Лично, прям в корень. Вот для этого домашние группы. Вот для этого преломление слова, когда мы вместе можем не просто помогать друг другу и вместе кушать плюшки, но мы еще можем с вами действительно преломлять все то, что сказали, посмотреть на это со всех сторон и удивиться. Как интересно брат думает об этом. Я совсем этого не услышала. Конечно, друзья, есть компания, где мы собираемся все вместе, мы друг друга знаем. Но есть тот узкий круг, где мы доверяем друг другу, да, это наша домашняя группа, где мы восполняем какие-то нужды, да, где мы можем помочь духовно, можем помочь физически. И мы знаем все такое выражение, да, я думаю, всем знакома, домашняя группа, это соцебиение церкви. И давайте в Деяниях 2, Деяние 2 глава, 47 стих, да, Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Ежедневно. Когда я читаю этот стих, у меня прям восхищение. То есть вот законченная работа. Все это делалось, сделалось, и бах, и Господь прилагал спасаемых в церкви. Но вы знаете, это все не началось не с 42 стиха и закончилось 47. Все это гораздо раньше началось. И такое, знаете, позволю себе дать вам домашнее задание. Прочитайте в книге Деяния 2 главу от начала. А сейчас с вами, вот смотрите, если мы возьмем Деяние 2 глава, 1 стих, с чего все началось. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Что произошло дальше, узнает каждый из нас. И дальше сошествие Духа Святого. Дух Святой мощно сошел на это собрание. И они были крещены. И они получили силу. И они получили свободу. И они смогли исцелять. Через них Господь начал очень мощно действовать. То есть то собрание, которое наполнено Духом Святым, оно имеет особенную силу. Та церковь, которая наполнена Духом Святым, она имеет особенную силу. И сила умножения, сила любви, сила помазания, сила исцеления, это все сила действия Духа Святого. И тогда, друзья, когда нас Дух Святой наполняет, мы способны на самом деле служить друг другу, устрояя Дом Божий, устрояя домашнюю церковь. Мы знаем, Библия об этом сказана и написана. 1 Петра 4, 10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель и многоластичной благодати Божией». Друзья, у нас у каждого есть дар. Это как тело Христово. Как тело Христово, которое любой член, любой орган, он важен очень. У каждого есть дары, как пишет описание, дар пророчества. Учитель, учи. Если ты работаешь таксистом, вози людей, как будто ты возишь Иисуса. Если ты работаешь поваром, делай пищу, как будто ты кормишь. Скоро придет Иисус, и ты его покормишь этой пищей. Если ты отделочник, делай квартиры так здорово, чтобы туда пришли две ангела и сказали, «Крутая у тебя квартира, спасибо тебе». Мы как добрые добростроители, знаете, многоластичной благодати Божией. Благодать Божия, она многоластичная. Мы восполняем друг другу, всякую нужду. Да, но иногда задают вопрос. Ну а что? Ну любое собрание верующих, оно имеет силу Духа Святого. В Писании сказано, где двое или трое. На это мы всегда точечку ставим. Ну вот мы вдвоем, допустим, собрались с Ирой и пошли в торговый центр. Двое? Двое. Ну взяли с собой Ольгу. Трое? Трое. Ну а где двое или трое? Но дальше написано, собранных во имя мое. То есть не просто нам нужно собраться для того, чтобы вот если я пойду на день рождения. Вот собралась я, пошла к Лене на день рождения. Собрана ли я во имя его? Конечно, я прославлю Бога. Конечно, я скажу, слава Богу, Лена, за тебя, что Господь спас тебя и ее семью. Но собралась-то я во имя Лены. Я-то пришла ее поздравить. Поэтому вот здесь вот именно то место, когда мы собираемся во имя Христа, вокруг Христа, со Христом, вот оно как раз и имеет все то, что Господь приготовил в церкви. Да, конечно, размышления о Божьем Слове в этом сила. Не рассуждение о последних каких-то новостях, курса доллара, да? Итак, в чем сила домашних собраний? Да, в чем сила, братья, в чем сила у нас? Да, знаете, вот если, вот бывают же такие картинки, найди несколько различий. Вот и мы вам предлагаем. Найти несколько различий, которые утверждают, что именно здесь собрание, собрание святых, которое имеет силу. Вот мы же всегда уходим из собраний. Вот сильное собрание было, вообще классно. Ну, не так мы выходим, когда мы просто собираемся вместе для того, чтобы, ну, в баню собрались, оттуда выходим. Сильное собрание было, вообще здорово. Но есть определенные действия или определенные ключи, которые отличают нас от всех собраний. Это дано только собранием, воскресным, субботним, и домашним собранием, где мы собираемся отдельно дома. Ну, вот, например, поклонение. Легко ли поклоняться, когда мы встречаемся вместе на фудкорте? Или мы вместе, даже домашней группой, святыми людьми пошли в театр. Будет ли у нас там поклонение? А дома, во время проведения домашней группы, нам не обязательно иметь музыкальное образование и хорошие голоса. Скажите, вот они молодцы, левиты. Они наделены дарами, они умеют петь. Не все умеют петь, и это неплохо. Но мы все равно поем, мы вклоняемся Богу. Музыкальные инструменты. Не у каждого есть дома. Но мы, я не знаю, как у вас, но мы очень часто на домашних группах поем под ладоши. Самый надежный инструмент. Всегда под руками, и можно в такт хлопать. Поэтому поклонение, это неотъемлемая часть собраний домашних. Конечно, следующее, это общение. Это как красная нить наших отношений, что в церкви, что наши отношения в браках. Ну, какое общение у нас на домашних группах? Конечно, друзья, если мы обсуждаем покупки, квартиры, продажи, наши дети, даже, может быть, наши какие-то проблемы. Может быть, это и необходимо, да? Но слово говорит о чем? 1 Иоанна 1,7. Если мы ходим во свете, подобно как и он во свете, то имеем общение с друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Друзья, а домашняя группа, суть домашнего, это преломление Слова Божия. Когда мы преломляем Слова Божие, когда мы молимся, тогда кровь Христа очищает нас от всякого греха. Следующий пункт служения. Без служения немыслима домашняя группа. Но чтобы служить, я должна знать, чем я могу послужить людям. А чтобы знать, чем я могу послужить, я должна знать этого человека. В церкви я могу не знать всех по именам. Ну, могу не знать. Нас много. Слава Богу. Но в домашней группе невозможно не знать по именам людей. Невозможно не знать, как они живут. Невозможно не знать, что происходит в их сердце, потому что мы делимся, мы разговариваем. И вот это вот и есть часть служения. Еще Бог нам дал очень сильный инструмент. Это молитва. Это не просто молитва, когда мы собираемся и сотрясаем небеса для того, чтобы Царство Божие расширялось, пробуждение пришло. Это молитва друг за друга. Это очень важно. И вот здесь я хочу, передавая привет от наших друзей Бурковецких из Москвы, поделиться таким лайфхаком от них. На протяжении 15 лет они ведут домашние группы, где бы они ни проводили, в Искитиме, в Новосибирске, сейчас в Москве у них есть одно четкое правило. Может быть, кому-то тоже пригодится. В конце домашней группы разрезаются бумажки, на которых пишутся имена всех присутствующих. И потом просто все вытягивают. Я получаю имя и вижу, я сегодня молюсь за надежду. И это не просто задание мне на неделю, что я вот за надежду буду молиться. Я подхожу, сажусь и говорю, Надя, за что мне сегодня, всю неделю молиться? И она мне рассказывает, какие у нее проблемы. Она делится этим. Она говорит, а ты знаешь, у меня предстоит экзамен. На работе у меня будет экзамен. Я очень переживаю. Я говорю, хорошо, я буду молиться за этот исход экзамена. Всю неделю я исправно молюсь, потому что я помню, я взяла на себя бремена. Но самое интересное происходит в следующий четверг. Когда Надя заходит и говорит, аллилуйя, я не просто сдала экзамен, меня так хвалили. Понимаете, это не только ее победа, это моя победа. Я чувствую себя, что я вместе с ней, потому что я всю неделю исправно молилась за нее. В это время кто-то молится за меня. Это объединяет нас. Это нам дает еще ближе стать друг другу для того, чтобы стать вот такой мощной церковью. И, конечно, Деяние 5.42. И всякие Деяния в храме по домам не приставали учить и благовестствовать об Иисусе Христе. Конечно, это учение. Мы прекрасно понимаем, друзья, что христианская жизнь, она динамична. Она как колесо, которое бежит вперед. Да и, конечно, Бог дает нам определенные инструменты для этого колеса. Ну, супружеские курсы, царские охотники, слово пастора, семинары о деньгах, семинары о семье, школа поклонения. Знаете, чем больше инструментов, тем лучше. Потому что какая-то проблема придет, какая-то ситуация придет. Можете зайти сюда и решить что-то. И, конечно, на домашние группы мы дополняем друг друга и получаем друг от друга откровения. Это созидают, укрепляют нас и дает нам такой духовный рост. Очень важная часть – это благовестие. И когда мы своей домашней группой принимаем решение молиться, мне тоже очень понравилось на одной домашней группе, они создали небольшую тетрадь и записали всего одного человека, каждый. Но этот человек, он доступен, он живет вот в этом районе, он с ним видится. Это может быть ваш парикмахер, это может быть ваш мастер по маникюру, это человек, с которым вы встречаетесь. Это не моя родственница, живущая в Краснодарском крае. За них можно просто молиться. И тогда вся домашняя группа молится за этих людей. На протяжении всего этого времени я встречаюсь, я рассказываю. И каждый раз, приходя на домашнюю группу, это так приятно, когда у тебя спрашивают, ну что, как там твоя Юлия, как у нее дела. Понимаете, это благовествование. Мы вчера на обучении сказали, в вашей домашней группе должен быть пустой стул. Для того, чтобы человек, который придет на домашнюю группу, он увидел, что его ждали. И это очень важно. И вот здесь вот, заканчивая вот эту часть своей проповеди, хочу вам сказать, может быть у вас возникла мысль, а чего это они говорят о домашних группах? Да понятно. Они же за них отвечают. Поэтому они здесь нам и рассказывают так хорошо. Или вполне возможно, потому что у нас месяц домашний групп. И поэтому это вот очень логично рассказывать. Вы знаете, все гораздо проще. Более 19 лет назад наша семья столкнулась с очень серьезной проблемой. Наша дочь была наркозависимой. Мы искали помощи. Мы ходили в православную церковь. Мы молились. У нас был молитвослов. Мы искали поддержки. И в один вечер мы встретили миссионеров. Поэтому наша искренняя молитва за всех миссионеров, которые выезжают. Потому что мы никогда не знаем план Божий, сколько сотен или тысяч людей покаятся просто от того, что они вошли в этот город. Для того, чтобы там насадить для начала домашнюю группу. Так вот эти миссионеры, они нас пригласили на домашнюю группу. Мы с Сергеем продукт домашней группы. Поэтому если бы у этой церкви не было домашних групп, ну надо бы, наверное, здесь не было. И нам доказать, что это не нужно в церкви, просто невозможно. Во-первых, это Писание. Во-вторых, это наше личное свидетельство о том, как мы в отрасли на домашней группе. Когда мы пришли, нас выслушали, за нас помолились, нас крестили Духом Святым. Мы сразу заговорили на языках. Представляете? Это все в один вечер. И каждый раз, когда раз в неделю мы приходили в домашнюю группу, нас спрашивали, как ваша Даша. Они не спрашивали, как ваша дочь. Они спрашивали, как ваша Даша. Это так важно, когда люди знают твоего ребенка по имени. Это значит, им не все равно. Они вместе с нами проходили этот путь. Прошло 19,5 лет. Мы все так же дружим с этими людьми. Они теперь живут в разных городах. Но мы всегда знаем и молимся за них. Потому что мы понимаем, что они были очень надежными путеводителями ко Христу. Они прошли с нами все трудности. Поэтому, воздавая славу Богу за нашу дочь, за наших шестерых внуков, за спасенную жизнь, за наш сохраненный брак, мы всегда молимся за тех первых наставников, которые нас провели через это. Ну да, конечно, друзья, можно ехать и в другие города, можно и ехать в другие деревни. Можно просто перешагнуть порог нашего дома. Как мне рассказывал здесь один брат, когда он был, ехал, он в такси работает, ехал на такси, он молился за человека, помолился. Потом у него получилось и получил еще следующий заказ. И когда он поехал на следующий заказ, он маленько опаздывал. Клиент сел в машину, он говорит, извините, я опоздал, потому что я молился. Он говорит, а за меня можете помолиться? Понимаете, люди доступны для этого, но на самом деле они открыты. Даже вот на работе моей, где я раньше работал, начальник пришел, сел и говорит, у меня вот Жене поставили диагноз, онкологию, поджелудочная железа. Была комиссия, и они не знают, что делать. Я говорю, давай просто помолимся. Мы помолились с ним, прославили Христа. Сейчас она до сих пор, ну как бы, здравствует, я с ним общаюсь, поддерживаю отношения. Так что же, друзья, что же такое церковь, да? Конечно, что же такое церковь? Конечно, церковь это люди, которые мы с вами принадлежим Богу, да? И мы именно соединяемся именно этой любовью, да, любовью Бога Отца. Мы представляем, мы представляем этому миру, мы представители этого мира Христа, мы являем его любовь, и мы проповедуем слово, которое меняет не только наши жизни, конечно, жизни наших друзей и наших знакомых. Недавно мы, Сергей, читали Писание, ну, в смысле, не то, что недавно читали, но как-то было такое, что мы читали Писание, и мы подзависли на послание к римлянам в 16 главе. Вы знаете, нас очень сильно зацепила эта глава, и почему стали на нее обращать внимание? Ну, не так давно тоже со мной случилось. Знаете, есть в Евангелии от Матфея первая глава, где идет перечисление, кто кого родил. Длинная глава вот с этим вот порядком рождения. Я помню, что когда я покаялась, читала Библию, я прочитала один раз и думаю, ну, в общем-то, все понятно, суть ясна, кто кого, куда, и вот, пожалуйста, Христос. И в следующий раз, когда по плану мне выпадала эта глава, я ее так хорошо пролистывала, потому что я понимаю, что там и как. Но однажды все-таки я ее решила прочитать. И вы знаете, меня очень сильно накрыло. Я потом очень долго, мы с Сергеем это обсуждали, мы перечитывали ее раз за разом. Три поколения по 14 родов в результате дает нам рождение Христа. Результат вот этих вот 42 семей. И я подумала, как это сильно, как это сильно и непрерывно должно быть супружество на 42 поколения, понимаете, на 42 рода. Тогда я задумалась, а если бы кто-то из них, они просто сказали, знаешь, дорогой, наша встреча была ошибкой. Мы с тобой не сходимся, мы абсолютно разные. Ты вот такой мне непонятный. Давай-ка разойдемся. А если бы кто-то это из них сделал, мы бы в результате, под вопросом, получили бы мы Христа. И мы иногда очень эгоистично двигаемся. Мы иногда думаем только о себе, о своих отношениях, но глядя на эту главу, я поняла, насколько Богу это важно. А еще я поняла, насколько Богу важны имена. Он не просто сказал три раза по 14, и вот вам в результате. Он перечислил, кто кого родил. И опять, а от этого вот этот. Так вот, читая главу послания к римлянам, 16-ю, там тоже много имен. Там немножечко другая история. Апостол Павел, он представлял римлянам церковь. И он не просто говорит, знаете, ребят, у нас очень хорошая церковь, новосибирская, краеугольный камень, приветствуем ее. Хе-хе-хей! Нет, он перечислял всех по именам. И он не просто называл имена. Он говорил, что этот человек делал в церкви. Понимаете, насколько это важно. И мы, читая с Сергеем раз за разом эту главу, мы даже подумали, ну а если нам ее переложить и прочитать с нашими именами, с нашими людьми. Что мы приветствуем вот каждого из вас. Я не апостол Павел, но давайте сделаем, что как будто это послание будет к новосибирской церкви. Но тем не менее мы будем читать в оригинале. А вы, закрыв глаза, представляете, что сейчас апостол Павел обращается именно к вам, к вашему имени. И представляет вас, как церковь, краеугольный камень города Новосибирска. Приветствую Прискилла и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свои полагали за мою душу, которых не один я благодарю, но и все церкви из яичников, из язычников и домашних церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начало Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившийся между апостолами и прежде меня еще, о веровавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, Истахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Ареставулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифона и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избрана она в Господе, и матери его, и мою. Приветствуйте Асенкрита, Флегрита, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерею и сестру его, и Олимпиана, и всех с ним святых. Приветствуйте друг друга с целованием святых. Приветствуют вас все Церкви Христовы. Добро пожаловать в Церковь Божья. Дорогие братья, спасибо вашим родителям, что они вас назвали так звучно и красиво. Сергей, Александр, Алексей. Это такие красивые имена, их так легко произносить. Евгения, Александра, Татьяна, Анатолий, Елена, это все обращение к вам. Апостол Павел, он приветствует вас всех, как служителей, как пасторов домашних групп, как лидеров. Хотели бы мы закончить свои слова, свое сегодняшнее послание молитвой за пасторов домашних групп. Пожалуйста, поднимите руки, кто вы здесь, помашите мне. Спасибо вам. Даже если вы прошли обучение только вчера, но вы сделали этот шаг, вы уже сделали этот шаг. Вы знаете, мы бы очень хотели за вас помолиться и благословить. Даже если вы взяли какой-то перерыв, но вы знаете, в сердце, вы пастор домашней группы. Мы молимся сегодня о вас. И знаете, есть такая фраза, которую мы всегда кладем в свою молитву, когда мы молимся и говорим, а я и мой дом будем служить Господу. Аминь. Но вы знаете, у этой молитвы есть предыстория. Это молитва выбора. Это молитва не про возглашение, это молитва выбора. Перед тем, как Иисус Навин произнес эти слова, он обращался к своему народу Божьему, которого он вел, с которым он прошел победы и поражения, которые перетерпели с ним все, которых он видел и знал. Но он на этот момент стоял перед выбором. И обращаясь к ним, если перевести на наш очень современный язык, он сказал, вы можете делать все, что захотите. Вы можете ходить на собрания, а можете не ходить. Вы можете славить Бога, а можете не славить. Вы можете служить, а можете не служить. Но я, я и мой дом, мы будем служить Господу. И мы знаем, что каждый человек, который входит и делает вот такой шаг в служение, пастор домашней группы, лидер служения, или те, кто вообще входит в команду, он однажды стоит перед этим выбором. И мы говорим вам огромное спасибо за то, что вы делаете такой выбор. Мы говорим вам огромное спасибо за то, что вы, как пасторы домашней группы, вы помогаете пастору церкви вести церковь Божью. Мы благословляем вас и очень хотим помолиться. Да, давайте, друзья, мы встанем. Помолимся, протянем руки за пасторов, за лидеров, за народ Божий. Отец Небесный, Ты великий, Ты всемогущий Бог. Благослови, Господь, Твой народ. Благослови, Господь, своими благословениями, Отец Небесный. Пускай Твоя крепость, пускай Твоя мудрость, пускай Твоя милость, пускай Твоя любовь, она изливается в эти отношения, Господи. Просим, Отец Небесный, защиты и охраны, Господь, на все времена, Господь. И пускай всякая нужда, Отец Небесный, она будет восполнена, Господь, в этих семьях, в этих людях, Господь, в этом народе, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Вся слава Тебе и хвала, великий всемогущий Бог. Аминь. Аминь.